всех приветствую на канале маяр зрители подписчиков канала сегодняшний выпуск посвящен платье бмс 100 амперу так она выглядит крупным планом вот лицевая сторона вот обратная сторона на просторах youtube уже есть кое-какие обзоры но я увидел ребята допускают ошибки важные вещи упускает поэтому решил снять свой обзор здесь я сделаю несколько тестов покажу два способа подключения все эти два способа они как бы годятся есть часть зрителей которые постоянно критикуют авторов говорят нам достаточно схемы я думаю схема недостаточно видео должно быть полным не надо ничего как урезать там по времени надо все подробно рассказать я на своем канале ориентируюсь на людей интересующихся они которые одним глазом смотрят и значит все им надо быстрее ничего быстрее не надо надо разобраться мне не нужен крикбейт чтобы было 1000 вопросов значит под видео пусть будет даже под видео не вопросы а слова благодарности этому я больше рад значит за мой труд в виде лайков комментариев что все нормально спасибо вот это меня больше устраивает чем бесконечные вопросы это все кликбейт кликбейт кому-то нужен мне нет сейчас реклама канала и начнем дом проник тел у нас значит плата надо ее подключить подключать мы будем по схеме которые нам дал продавец ничего нового не будет вот здесь вот мы видим тут очень просто есть синоплайн диаграмм есть контакт диаграмм там же у этого продавца с английского языка перевел на русский увидел такие технические характеристики и что можно выделить мы видим только разряда контакта 80 ампер ток разрядки синоплайн 60 ампер то есть опять возвращаясь к схеме если у нас ток менее 60 ампер мы подключаем вот по такой схеме если у нас ток разряда превышает 60 ампер 80 100 ампер то мы должны подключить на п- минус вот в чем различается синоплайн диаграмм и контакт диаграмм теперь все это дело будем на практике тестировать все собрал согласно этой схемы здесь тут меня значит клемма для подключения блока питания зарядки аккумуляторов это у нас выход на нагрузку в частности у меня будет шуруповерт нагрузкой здесь я подключил для контроля напряжения в реальном времени чтобы наблюдать пищалочку для этих полимерных аккумуляторов и по каждому аккумулятору будем видеть напряжение так беру значит аккумуляторы эти аккумуляторы не новые обычные панасоники тока небольшой отдать не могут ну где-то 1 с максимум 2 с так но еще вот 3 значит так вот 5 аккумулятор подключаем согласно схемы последовательно 5 банок так плюс все сюда сюда так чуть не обосрался так пищалка сработал имеет он так свойства работа вот видим третья банка 408 5 378 общее 19 8 3 83 4 0 8 4 0 8 4 0 8 3 7 7 крайние банки у нас не дозаряжены существенно токовые клещи нам дали такую информацию что при 5 амперах происходит отключение платы бмс эти аккумуляторы не являются высокотоковым и мы 5 ампер это для них максимально что они могут выдать краткосрочно так достаю значит обычные аккумуляторы и ставим высокотоковые данная мощная плата рассчитана работать с высокотоковыми аккумуляторами иначе она будет постоянно у вас отключать тем самым сохраняя ваши аккумуляторы если напрямую подключить без этой платы и шуруповерт будет брать более 5 ампер то при таких токах эти аккумуляторы будут просто перегреваться но могут выйти из строя здесь такая защита присутствует ставим значит высокотоковый аккумулятор 1 2 эти уже рассчитаны до 40 ампер китайских но 20 30 ампер они могут выдать лучше брать новые аккумуляторы сразу для сборки из одной партии будут работать лучше но вот у меня не пяток к сожалению нету такого же аккумулятора высокотокового ноут более-менее вот эти hr2 lg они тоже до 10 ампер могут выдать как бы слабое звено в этой сборке но у меня для тестов других нету ну хоть четыре есть ну и давайте точно так же включим и посмотрим теперь у нас ток отключения должен быть выше не не при 5 ампер ставим токовые клещи опять на место и смотрим значит она еще не сказал значит сколько у нас по банкам 20 общий вольт аж 1 банка 4 2 4 4 4 4 2 и 5 4 0 1 и 13 ампер и ничего не отключается вот эту основную мысль я хотел довести до вас в этом видео все зависит от аккумуляторов насколько аккумуляторы является высокотоковым если у вас плата кстати она очень холодная при этом работает нисколько не греется если у вас аккумуляторы качественные высокотоковый вот как у меня best fire то шуруповерт это зверь ну просто зверь если вы поставите от ноутбука вот такие вот панасоники ncr 18650 b то у вас будет постоянно уходить защиту потому что большие токи такие аккумуляторы выдать не могут теперь как подключать вы поняли на какую контактную группу или сюда или сюда вам должно быть ясно все зависимости от ваших аккумуляторов так мы проверяем значит плату на отключение сейчас на первой банке мы видим 305 при достижении 2 и 8 2 и 9 вольта должна отключиться нагрузка ждем аккумулятор разряжается под нагрузкой и при достижении 2 и 9 должна нагрузка быть отключена с помощью бумаги ски вот видим произошло отключение на первых банки 2 и 9 теперь давайте я подключу и посмотрим как бы мы с работает при зарядке аккумуляторов при этом у нас должна быть балансировка мы знаем идет быстрая зарядка пятью амперами это еще одно включение значит у нас система зарядки подходит финальной части и мы можем наблюдать что у нас 4 банка и 5 банка зарядилась до четырех и двух вольт о чем нам сигнализирует тут на этой плате два светодиода вот у нас 1 2 3 4 5 и смотрим по биберам первое 13 2 14 3 11 и 4 23 5 20 но все верно 4 и 2 порог достигнут и у нас горят два светодиода первые три банки еще не набрали нужное напряжение нужное напряжение оставим еще на подзарядке и будем далее наблюдать так мы еще хочу своим поделиться своими наблюдениями как работает бмс плата бмс плата значит анализируют по каждой банке какое напряжение и на те которые не достает перебрасывают с заряженных аккумуляторов уже ток чтобы подзарядить недостающие вот по этим же балансировочным проводам я токовыми кличами замерял так и есть 60 миллиампер передается но и в общем то подзаряжается от блока питания вот пульсациями значит подзарядилась перераспределилась опять подзарядилась общая связка аккумуляторов и потом идет перераспределение по банкам через бмс разъемы и вот тут так вот нам сигнализирует видите огоньками вот такая особенность платы но это как бы нам постольку поскольку по какому принципу она работает главное что работает балансировка идет 1 407 408 3 02 4 полностью 5 полностью ну вот у нас 4 5 полностью но сейчас тогда остается дождаться пока загорятся остальные 1 2 3 банка светодиоды это будет говорить о том что заряд с балансировкой окончен но дождусь и потом мы сделаем еще одно включение я подведу итоги напомню какие особенности у этой платы и на что обратить вам внимание при подключении другой емкости но сейчас ярко видно да на этом примере что у меня четыре банки best fire и 1 lg 4 уже светодиоды вот видно раз два три четыре горят они уже практически готовы к окончанию заряда и пятая банка у нас отстает светодиод не горит и сколько будет заряжаться неизвестно поэтому все-таки рекомендую одного типа ставить 1 емкость аккумулятора и начал так но из этого обзора вы выделили для себя что-то полезное надеюсь единственное я хочу внимание на двух схемах заострить ваши первые у нас и наплайн это менее 60 ампер и более 60 ампер это у нас контакт диаграмм так что если у вас есть вот скотолковые аккумуляторы подключайте на b- минус это будет правильное подключение на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал переходить на главную страницу там много полезного видео смотрите еще чем выбирайте это был майор всем пока а и 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